Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодняшнее занятие будет посвящено седиральным культурам и использованию седиральных культур для оздоровления почвы и для удобрения ее. Очень часто спрашивают, заделывать ли седираты осеннего посева на зиму. Этого делать не нужно. Не нужно в наших условиях, это мое глубочайшее убеждение, никогда не нужно на зиму заделывать, это первое. И в любом случае, либо это летние седираты, либо это осенние седираты, никогда не заделывается свежая масса седиратов, никогда не заделывается. В начале, если вам так уж необходимо для какой-то цели, возможно, иногда бывают такие вынужденные ситуации, когда вы там чего-то хотите посадить, но это касается летнего времени, то тогда можно это сделать, но в любом случае они скашиваются и хотя бы подвяливаются до воздушно-сухого состояния. Почему? Потому что так проходят процессы минерализации, и в почве идут процессы брожения, разложения, то есть там высвобождается полезная микрофлора. Если же вы заделаете зеленую массу седиратов в почву, то будут идти процессы гниения. И это излишнее подкисление почвы, во-первых. У нас и так физиологически кислая почва, практически все, немножко легче на песчаных почвах. Ну и вот мне задавали вопрос, вообще-вообще ни в каких случаях, чисто теоретически, если очень-очень большая засуха и очень-очень высокая температура в Брестской или в Гомельской области, там, где пески, вот там в исключительных случаях может быть и можно зеленую массу заделывать, но так вообще общее правило нет. Она должна быть подсушена, и только после этого она заделывается в почву. Как правило, это 2-3 дня. При хорошей погоде, ну летом это бывает, скажем, и короче, если засушливый период, но так вообще, вот именно таким образом. Что делают седираты? Они оздоравливают почву, и в зимний период корневая система удерживает от водной эрозии. Водная эрозия у нас распространена в республике очень сильно. У нас 68% эродированных почв. в Белоруссии и преобладает, если вот брать воздушную эрозию, ну, ветровую эрозию и водную эрозию, то 73% территории из этих 68% площадей подвержены именно ветровой эрозии. И когда у вас остаются, значит, седираты на корню, они удерживают и почвенный комплекс весь удерживает, и препятствуют и водной, и воздушной эрозии, и, естественно, отросшая масса седиратов препятствует развитию ветровой эрозии. Весной уже, когда потихоньку начинается седуновегитация, они подсохнут и будут, как правило, они уже падают, какие бы седираты там не посадили, за исключением только озимых, если это зерновые озимы и озимый рапс, ну, это тогда с ними поступают тоже таким же образом, скашивают, подвяливают и заделывают. А если касается, допустим, редьки белой, да, ой, редьки масличной и горчицы белой, то она высыхает, и вы просто грабельками сгребаете, и под перекопку, или если у вас плуг используется, ну, или культиватор, просто это уже высохшая масса заделывается в почву. И на этом все. И этот прием дает еще, мало того, что он оздоравливает почву от сорняков, вот можно даже видеть сплошной покров, у сорняков просто нет шансов зайти. Если всходят, то только корневичные сорняки. И такой прием дает такой же эффект, как внесение навоза. То есть заделывая массу седиратов, вы практически сорок, ну, в зависимости от того, какой урожай наземной массы, от сорока до восьмидесяти тонн с гектара в пересчете на навоз вы вносите таким образом органики. Положительный момент еще один у седиратов есть. Минус – инфекционное начало. Чего не скажешь, допустим, про не перепревший коровий навоз. Вот если вы используете, ну, с КРС сейчас вообще практически там навоза нет, но, в общем, если вдруг, и это выпас особенно, если выпас свободный, выгул коров, то там осеменение получает очень-очень большое. Поэтому вот этот прием позволяет нам избежать такого момента. И, как бы, подтверждение своих слов хочу сказать, напомнить, что в Германии запрещено, чтобы голая земля, то есть без растительного покрова, в зиму уходила. Это запрещено законом. Огромные-огромные штрафы. И штрафы еще платят фермеры за то, если он эксплуатирует землю на законных основаниях, но если у него не повышается плодородие почвы, а понижается, его наказывают и наказывают самым серьезным образом. Поэтому во многих вещах нам, как бы, следует подражать Западу, потому что культура земледелия там намного выше. Ну, вот у меня, собственно говоря, все. До свидания. Желаю вам получить хорошие результаты. Субтитры создавал DimaTorzok